Всех приветствую, мои родные, любимые и сердцем, мои дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на Земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого доброго и светлого в вашей жизни, во всей ее сфере, чтобы все у вас было хорошо и с холодненько. Как я вам обещал, мы с вами начинаем такую серию, ну я начинаю серию монологов, лекций, как хотите, проповеди о том, я ее, я как бы их называю, ассоциирую, как почему я, я себя помню, хотел назвать не православным, но дело не в ток не в православии, почему я не католик, почему я не протестант, почему я не любой сектант, самый-самый какой-нибудь милисипусенькой, да, секточки, почему я свободен во Христе, наверное, скорее всего так бы и надо назвать, но я так и называю их, как будем негласно, вот эту серию, сколько их получится, я не знаю, христианство вне конфессии или свобода во Христе, вот, наверное, как-то так, да, ну или почему я не религиозник, да, никакой секте себя не отношу, начиная вот таких вот, заканчиваем вот такими вот, и как я вам говорил, мы будем с вами идти от важных к неважным, вот сегодня у нас в частности тема какая? Бессмертие и воскресенье из мертвых, ну, бессмертие и воскресенье из мертвых, это все-таки немножко разные понятия, сегодня мы об этом поговорим, с чего, к чему, в общем-то, приступаем, еще раз повторюсь, мы с вами пойдем от важных тем, почему, потому что многие маленькие вопросы, которые мы будем затрагивать, вот именно, они присущи только конкретно какой-нибудь секте, и вот можно было бы назвать серию роликов «Я не православный», но так как мы начнем с общей всем известных понятий, мировоззрений, которые вообще в бытие присутствуют независимо, вот сегодня, некоторые вопросы будем рассматривать, сегодня вопрос бессмертия и воскресенье из мертвых, дальше свободу, любовь, да, то есть эти вопросы, они истинно не принадлежат никому, она просто есть, неважно в какой секте ты находишься, да, религии, мировоззрений, себя соотносишь, это просто есть, это Бог, это бытие, это сущность всего, поэтому их рассматривать, мы просто будем, конечно, сравнивать с какими-то, я буду сравнивать с какими-то конфессиями, там, сектами, религиями, мировоззрениями, но по сути это природа бытия, как я всегда вам говорю, это первоначало, суть их проста, бытие, Бог и все его творение, оно же бытие, он же истина, в чем состоит, он бессмертен, он вечен, он бесконечен, очень разные есть слова и порой они означают практически одно и то же, второе, все бытие, Бог, человек и все его творение свободно перед выбором между добром и злом, и избирая добро, человек избирает счастье, благо бытие, избирая зло, человек избирает мучение, само по себе вечное или вечное благо или вечные муки, потому что пока человек грешит, творит зло, он сам страдает, и страдают люди вокруг его окружающие, он опять от этого страдает, здесь замкнутый такой порочный, либо наоборот блаженный круг, вот эти три природы бытия, они понятны и просты, они никому не принадлежат, они всем доступны, это истина простая, она доступна каждому, ее вещать, ее исповедовать, естественно, как Господь сказал, сначала ею жить, а потом ее благовествовать, может каждый, для этого ничего не надо, и вот первые вот эти вот пункты, ну любовь, конечно, мы там расширим, да, любовь разная бывает, особенно в мире, лежащем во зле, она по-разному к представителям зла, особенно, и к представителям добра проявляется, поэтому о любви мы, конечно, будем говорить, как всегда, как я люблю, вы знаете, много пространно с разных сторон, а вот вопросы бессмертия и свободы, они намного проще, и вот даже бессмертие, вечность, воскресенье, мы сегодня вот, даже не знаю, может быть, все не будем прям параметры рассматривать, ну хотя бы, потому что они, где-то, я говорю, можно бессмертие и вечность, можно одним и тем же словом назвать, да, но я так назвал, и мы сегодня с вами рассмотрим два понятия, это бессмертие и воскресенье из мертвых, почему два, ну потому что вы от меня тоже не расслышали, кто давно смотрит, это опять же не потому, что я придумал, эта информация, эта истина, она никому не принадлежит, она просто есть, мир разделен на два, на две, как хотите, половинки, да, мир есть видимый и невидимый, под невидимым миром я не подразумеваю, как некоторые путают, думают, что это какой-то там ангельский мир, да, вот это как мистический, духовный, нет, он тоже видимый, от того, что я не вижу вот сейчас, живя в этом мире, что у меня за стеной, это не значит, что там ничего нету, да, и причем я захожу через стену, я сразу через дверь свою и там соседскую, я все вижу, что в той комнате находится, да, поэтому это не невидимый мир, он не невидимый лишь в мгновении времени, а он существует, и он существует именно видимо, просто я его конкретно, как объект, не вижу. Когда я говорю, что мир разделен, все бытие, вообще сущность, сущность, природа всего разделена на две части, я подразумеваю действительно видимый и невидимый мир, вот мои мысли, они никогда не будут видимы, они никогда не были видимы, невидимы и не будут никогда видимы, доброта, вот эти вот понятия, вот это я называю невидимым, я к ним не применяю такое слово духовное, ну, может быть, иногда из моих уст это слетает, чисто, так скажем, о грехе проповеди, да, там общение, беседы, но я стараюсь поправляться, и особенно, если сразу себя со стороны слышу, если нет, то потом, или вот в таких, опять, отдельных проповедях, духовный мир, он есть, его так называют, там, ангельский, ну, и он этот мир, который мы сейчас не видим, а есть вообще невидимая сущность, природа. У меня на эту тему плейлист, который называется «Бытие, Бог, природа, грех, добро, зло, человек» на этом канале, вот там я более подробно об этом говорю, поэтому сейчас в этом ролике, в его формате, так скажем, я сегодня этот трогать не буду аспект, но кратко видите, как я не умею говорю, да, что мир делится на две части, грубо, да, на видимую-невидимую сущность бытия, и вот невидимая, проходя такую же тонкую, бесконечно тонкую, и просто несуществующую, так скажем, но и существующую одновременно грань становится видимым, материальным, как еще называют. И вот по поводу, почему сегодня ролик я назвал «Бессмертие, воскресенье из мертвых», то есть под бессмертием я буду подразумевать бессмертие вот этого невидимого мира. Хотите вечность? Сегодня я буду употреблять в вечности бессмертия в асинонимичном абсолютно, или в тождественном, в равенном, в ровном понятии, да, то есть, может быть, если я буду говорить и так, и так, знайте, что я говорю об одном и том же, бессмертие или вечность, бесконечность, да. Все это, вот я говорю о невидимой сущности, как говорит, личность, дух, ум, да, вот эти вот понятия, и поэтому это, вся природа бессмертна, но на самом деле Бог неделим, поэтому говорю, это он хоть делится вот так вот пополам на видимое и невидимое бытие, Бог, на самом деле, и то, и то бессмертно. И поэтому, ну, чтобы разделить действительно тут понятие, если бессмертие и вечность, как я вам говорю, если вы даже будете измаять сейчас уст сегодня или дальше, ну, дальше, не знаю, в других роликах я могу там когда-то разделить, но сегодня бессмертие и вечность я буду употреблять все, применяя к невидимому миру, а воскресение из мертвых, так как действительно Бог придумал бытие такое временное, само время, то, что мы сейчас с вами, вот эта картинка у меня хорошая, да, с часами, вы видите, само вот это вот время, это уже символ смерти, время, оно тикает, оно бежит, да, сами вот эти кожаные ризы, которые смертные ризы одел Господь, так скажем, по-детски нам рассказал в Библии на человека, это, это все иллюзия. Смерти вообще в принципе не существует, никакого мира, невидимого, невидимого, потому что Бог не делим, бытие не делимо, мы с вами не разделимы вообще в природе, мы вот просто есть и все, и на самом деле, поэтому мы бессмертны и лично, вот эта невидимая наша сущность бессмертна и видимая бессмертна, она лишь Богом задуманным планом, вот так и то в этом некоем временном отрезочке под названием земная смертная жизнь, мы с вами тут якобы там умираем, да, на самом деле бессмертные то и то, вот именно поэтому я применял, применяю и ролик назвал, и вот страничку вся на сайте под этот ролик, бессмертие и воскресенье из мертвых. То, что все это бессмертно, это просто бытие, доказывать бытие не нужно, я вам, кто не верит в бессмертие собственной души, ничего не доказать не могу, тому, кто хочет верить, кстати, он доказать тоже не может, то, что, как он говорят, очень часто, да, я подохну, меня червяки сожжут, все, там ничего нет, верит он в это или не верит, он просто бессмертен, он мне не может доказать то, что его там не будет, его сожжут червяки, как и я этому человеку обратно не могу доказать, Наоборот, что ты никогда не умрешь. Это бытие, оно просто есть. И, к сожалению, так как, ну не к сожалению, а к счастью Божьим промыслом, вот он так задумал, чтобы мы перед лицом вот этой смерти определялись между добром и злом, и не вечно в нем закосневали. Это школа жизни просто, потому что в школе есть классы, классы имеют конец. Год, все вот это день, месяц, год, все это конец, все это смерть, все это время. Школа, год заканчивается, заканчивается это символ смерти. И мы из одного класса в другой переходим. Когда мы достигаем полноты познания истины, что мы обретаем бессмертие, кстати, реально. Мы обретаем вот это вот душевное бессмертие, мир в душе. Ты понимаешь, что все, я не умру никогда. На самом деле это знает каждый. Я думаю, что вы сами меня слушая, все прекрасно в себе это знаете, вы всегда об этом думали, всегда каждый человек понимает, что он не умрет никогда. У него лишь не было как раз чего. Внутренняя убежденность есть у всех. Потому что вот эта невидимая сущность, она Богом не облекалась в смерти. Только лишь по внешнему Бог нас так, чтобы немножко у нас мозги зашевелились, чтобы мы свободой своей самопределились. Бог внешне придумал смерть, а внутренней нет. И нам всегда вот мы колеблемся между этим, да, внутренним чувством, которое говорит нам, что ты бессмертен, и внешним, которое вот умирает на время, да, там, как рубашки мы скидываем. Нам факт просто говорит, что мы вроде как умираем. На самом деле человек, приняв правильную истину, да, правильную истину, как-то немножко тавтологично, в свое сердце, тот обретает в мир души полное счастье. Да, человек, ты бессмертен вообще, в принципе. И внутренне, и внутренне, и все, и по природе, и по внутренне, и по внешне, ты бессмертен. Вот скажите мне, пожалуйста, чтобы исповедовать, жить, верить, наслаждаться этой истиной, нужно принадлежать к какой-нибудь религии? Нет. Разве бессмертие души, ну, личности души, духа человеческого и воскресения, и даже бессмертие тела человека, разве исповедую только христианство? Я сам христианин. Сейчас мы сегодня этим закончим. Но разве исповедовать бессмертие нужно принадлежать к какой-то конфессии? Разве того, что я принадлежу к какой-нибудь конфессии, секте, религии, мировоззрению, или не принадлежу, я от этого перестаю быть бессмертным? Или что? Нет. Как раз принадлежа к какой-нибудь глупой секте, даже крупной, мелкой религии, я могу потерять скорее эту истину, если имел ее. Ее можно потерять. Да, пойдя за какими-то слепыми поводырями, вождями, и потерять и это. Я сегодня об этом буду говорить, и причем у нас есть историческое свидетельство и доказательство, что это возможно. Это не мои пустые слова. У кого-то, может быть, есть и реальный пример в своей жизни. Но мы обратимся сегодня с вами чисто на словах. Я вам никакие сегодня тексты из Библии ничего читать не буду. Но на словах напомню, что происходило в Каринской церкви, где апостол Павел и насадил саму Христову церковь, одну из ячеек Христовой церкви. Поэтому, чтобы исповедовать бессмертие, нужно какая-нибудь религия? Нет. Хоть одна религия, конфессия, мирозрение, может доказать бессмертие, пока мы живем вот в этой шкурке? Нет. Так зачем они нужны? Разве когда я сам в это поверил, исповедую и живу, кайфую от одной этой мысли, только уже на этой земле, уже даже знаю, что я якобы умираю, а я не умираю, разве мне для проповеди другого, мне нужен авторитет какой-нибудь, секты, религии, конфессии, чего угодно? А он же все равно не доказуем, как я вам уже сказал, ни одна конфессия, религия, человек не сможет объективные аргументы вам предоставить в доказательстве бессмертия. Потому что по факту Бог придумал это бытие смертное, облег нас, сделал грань, за которую перейти невозможно. И по факту даже наоборот, с одной стороны, немало плюсов, но на самом деле ровно половина на той и на другой стороне, чтобы мы были абсолютно свободны между выбором веры в то, что я действительно бессмертен. Хотя во мне это внутреннее ощущение есть стопроцентное. Внешне за счет придуманного Богом плана я сомневаюсь, потому что вижу кругом, что болячки, тление и смерть. Остается дело за мной. Все, что может человек, просто говорить об этом, свидетельствовать. Вот я знаю всем нутром своей души, поэтому об этом кричу и говорю всем. И знаю причем, что сама эта вера, как хотите, делает человека абсолютно счастливым. Это почему, вы думаете, я просто так сегодня? Почему я начал не с любви, не со свободы, а с бессмертия? Фундамент всего бессмертия. Бессмертие. Бог сначала просто был. Понятно, любовь, свобода и бессмертие, как любят про троицу говорить там, да? Вот это та троица, действительно, которая в принципе понятна. Бог сразу был и бессмертием. Бытие сразу было. Оно же сразу любовь, иначе она ничего творить не стала. Оно же стало творить, естественно, не пугаясь ада и не заманиваясь раем. Бог просто любовь, поэтому он творит. И он бессмертен. Но действительно, если мы вот с вами в этом смертном бытие живем, рассуждаем и общаемся, то начинаем мы по ступенчикам по порядку. И первое – это бессмертие. Именно на этом фундаменте строится вся жизнь святого человека. Я бессмертен. Вы знаете, я все, конечно, вам сегодня не буду перечислять сферы жизни, области жизни, ответов на вопросы, какие раньше у человека были, и сколько, и их множество какое было. И когда человек обретает эту истину, принимает ее, да, и начинает жить в мире согласия с этой истиной, что я не умру никогда. Ну, навскидочку. Ты перестаешь куда-то спешить. Это раз. Ты просто садишься, как по-дауситски, по-буддийски. Ты обретаешь полный дзен. Все. Раньше ты бежал, потому что жизнь. Завтра ты, может, не проснешься. Тебе надо все успеть. Тебе надо все попробовать, всем насладиться, все сделать. А теперь тебе никуда не надо. Ты все успеешь. Сегодня не сделаешь, завтра успеешь. Не в этой жизни, а в следующей жизни. В этом мире или в другом, в ином мире. Ты не умираешь, ты просто переходишь. Ты отправляешься в новое бытие. Возможно, Бог тебя даже сюда опять пошлет. Все. Ты обрел полный мир души, потому что страх смерти, мировоззрение смертеносное вот это через призму смерти. Я говорю, что ты должен бежать куда-то. Ты переживаешь. Вот это неуспевание. Ты, 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 ты и наоборот полный список теперь других радостей и счастья, которые ты испытываешь от осознания и принятия и жизни в этом бытие, что ты бессмертен. Несмотря на некоторые периодические смерти своего вот этого внешнего тела, который по сути является просто одеждой. Как есть одежда у этого даже смертного тела, так это смертное тело является одеждой для нашего настоящего внутреннего человека телесного. Все. Одного этого достаточно, по-моему, чтобы стать счастливым. Ты никуда не спешишь. Ты все успеваешь. Ты все успеешь попробовать. Ты всем насладишься. У тебя все будет. Ты можешь быть кем хочешь, когда хочешь и где сахожешь, потому что ты бессмертен. Ты еще миллион, миллион, миллиардов лет впереди. И миллион, миллиардов, триллиардов жизней впереди. И столько же позади. Разве это проповедует только якобы христианство? Нет, все. Воскресение по плоти. Ладно, в бессмертие души, вы скажете, многие, да, вы просто вынуждены будут со мной согласиться, потому что бессмертие духа, личности, души, как говорят, исповедуют. Ну, начнем с конфессий. Ну, образно говоря, все конфессии христианские. Начнем дальше. Религии. Поширше, круг расширяем. Самые известные, как их называют, мировые религии. Ну, вот христианство, мусульманство, иудаизм. И возьмем весь Восток и вообще религии народов, древних народов, которые до сих пор существуют. Все верят в бессмертие, признают, исповедуют и живут. В смысле, о бессмертии человека, как личности, как души, как духа, как ума, который никогда не умирает, как сознание, да. Они все об этом проповедуют. Православие, христианство, иудаизм, мусульманство, Восток. Там не будем сейчас в подробности. Растворяется там, где этот ум не растворяется, да. Ну, и суть. Ты вечен. Тот же самый атеист, не признающий религии, есть такие, вполне, вот такой симбиоз, кто знает, там, это я та самая крупная, вы понимаете, называю. Возьмите мелкие, там тоже очень много это признают, да. Какая-то часть, я не буду в процентах, кто там точную статистику даст. Но вы сами прекрасно понимаете, что это очень большая численность, пусть даже единовременного населения планеты, да. Потому что это мировые религии, их исповедует очень много людей. По поводу воскресения плоти из мертвых. Ну, тоже, вы помните, еще во времена Иисуса, Иудеи признавали воскресение из мертвых. Более того, мы же с вами говорим не о временном воскресении. Воскресение умершего человека, кто знает, было всю жизнь, в разных народах, в разных уголках нашей прекрасной планеты. Свидетельства воскресшего человека, тысячи, десятки тысяч, которых мы просто не знаем, раньше не было у нас, книг, компьютер, все передавалось устно. Сама традиция тех же самых евреев, когда Иисуса, как и всех других евреев, и как людей разных народов клали в пещеры, они как сейчас брюхо вспарывают, чтобы уж точно, да, человека умертвить. Да, как это называется, скрыть, кишки наружу вытаскивают, потом обратно их зачем-то засовывают и зашивают. Я вообще не понимаю суть цели этой процедуры, но, конечно, я не дурак, я знаю, как бы зачем это говорят, делают, но это полная, конечно, глупость. То есть, человек уже сто процентов убивают и закапывают в земельку. Раньше такой глупости не делали. Человек, который перестал явно показывать самостоятельные признаки жизни, как мы видим, благодаря тому же самой Евангелию уж, куда клали, во гроб. И то, это у нас так перевод неудачный, называется это в могильные пещеры. Это обычные пещеры. Люди жили, люди и жили в пещерах, в камнях были высечения, дом, кто знает, есть такие понятия, как лисьи, норы до сих пор, даже у миллионеров есть. В каких-то горах Швейцарии, да, очень красивые такие дома в полу, в земле там. Вот раньше людей клали куда, в эти пещеры, чтобы человек, туда, кто знает, клали там тазики какие-то, там что-то постучать можно было. Потому что если человек вдруг проснется, а такие случаи были не единожды, поэтому все это и выработалось годами. То есть, человек мог действительно, может быть, была клиническая смерть. Люди не всегда, и до сих пор, никто, кто знает, кто этому вопросу изучал, касался, пытался разобраться. До сих пор, как такового, в научном мире нет понятия смерти. Особенно, чем дальше идет развитие технологий, кто знает, что сейчас жизнь тела можно поддерживать вечно уже. Там, на искусственном дыхании, там, легких, может уже труп в коме лежать, он может лежать, ну, пока, не знаю, не разложится, да, ну, долго. И раньше, естественно, таких не было возможностей. Людей просто клали вот в пещере, человек вот, ну да, сидел-сидел, бац, глаза закатил и все. И не общается, да. Ну, или пусть какая-то смертельная рана, или удар, или еще что-то. То есть, ну, не уверены, да. И был такой человек из могильной пещеры, мог там пошуметь, его действительно оттуда могли, и что сделать? Вернуть, да, вернуть к нормальной человеческой жизни. И вот даже евреи, вы помните, Иисус спрашивал, речь шла непросто, потому что в том же самом древнем мире, этот Библия, вы же поймите, это просто история еврейского народа в основной своей массе, но у каждого народа есть своя история, есть свои Библии, да. И случаи воскрешения людей, они не единичны, да, их очень много. Но, как мы видим с вами, благодаря Евангелию, что те же самые евреи верили далеко не просто в воскресение тела вот этого смертного, опять к этой смертной жизни возвращения, и в оконцовке уж против, как говорится, смерти от старости никто не силен, да. И в оконцовке человек все-таки когда-нибудь умирал. То мы знаем, что евреи исповедовали, верили в то, что все они, вот, умирая по плоти, будут воскресать в нетленные, да, в бессмертные тела. Вы можете со мной спорить, так, конечно, не сказано в Евангелии, да. Та беседа, всем известный диалог Иисуса с сестрой Лазаря, с Марфой, да, который сказал, да, знаю, он говорит, что не знает, что воскреснет, я есть жизнь и воскресенье, да, и что кто ко мне обратится, тот будет иметь жизнь. И Марфа говорит, что да, я знаю, что воскреснет в последний день, но то бы он сейчас не умер. И она, конечно, не говорит, что в нетленном, да, но и кто читал Ветхий Завет, тот знает, там тоже нет такого прям, знаете, прямого свидетельства, что человек и что евреи действительно благодаря вот этим писаниям Ветхого Завета, откровениям тоже, даже Бог через пророков говорил им явно, что вы будете в нетленных телах. Такого на самом деле, кто хорошо знаком с Ветхим Заветом, а я один из таких людей, у меня на канале Библия, он уже практически тоже Ветхий Завет целиком записан, там такого нет. То есть они могли верить, что они просто еще раз воскреснут на короткую жизнь, может быть, Бог дарует по тысяче лет, да. Может быть, я говорю, потому что, в принципе, вот это чувство бессмертия, оно присуще каждому человеку, и каждый человек эту истину знает, но благодаря вот этой внешней матрице, в которой мы живем, которую Господь создал, чтобы мы познавали и определялись, познавали, что есть добро и что зло, и определялись, да, со временем, обучаясь этому, этой школе жизни, что-то добро и зло, избирали добровольно, свободно, благо, добро, любовь. Все самое светлое, чистое, святое. И во что, конечно же, верили там евреи до конца, мы не сможем с вами узнать, это уже все не разберешь, да. Но я вот, кстати, картиночку туда хотел подвинуть. То есть первый с вами вопрос мы разобрали, да, что бессмертие, так скажем, духа, сознания, как говорит, ума, души человека, оно не только христианам присуще. По поводу воскресения в теле всех людей, ну, кто знает, кто читал разные исторические, есть не только, да, Библия в мире, есть разные другие интересные книги, как их называют апокрифы, неапокрифы, литература всяких народов, то вообще вот как мессию того же самого, да, что только христиане ждут второе пришествие Иисуса Христа, что только иудеи, евреи ждали пришествия Мышааха, Мессии. Нет, его ждут все, кто знает все религии и все народы, даже атеисты ждут своего Мышааха, который устроит рай на земле. То же самое с этим, да, я не буду вам, почему я говорю такими, в общем, у меня и нету сейчас, я никогда этим не занимался, я много чего изучал, читал, смотрел, наблюдал, и познав эту простоту истины, знаете, я говорю, я даже не хочу ее доказывать, она в вас есть. Вы просто слышите, когда меня, и кто хочет открыть свое сердце истине, он и так знает, он просто слышит такого же, как я, все, у него и унисон начинает играть. Потому что мы сейчас возвращаемся, да, чем же единственное отличие христианства, мне не хочется, конечно, говорить о псевдо-христианстве, таком как православие, католицизм, протестантизм, и же с ними, всеми этими ужасными сектами, но суть не в этом, даже они, как бы, этого пока не отрицают, да, что у христиан есть настоящее, так скажем, свидетельство того, что человек воскреснет, воскреснет, причем воскреснет уже во втором, вот когда он воскреснет, он как будто заново родится, когда мы первый раз в лице Адама все родились, и каждый родился, да, сколько раз мы на этой земле были, неважно, потом еще после своего первого прихода на землю, мы, может быть, здесь не один раз, и это тоже не суть важно, все эти разы были классами, они были смертными, то действительно настанет день, христиане исповедуют, что это день второго пришествия Иисуса Христа, когда все умершие во Христе будут воскресать, каждый будет точно так же, как и потом в Великий Суд через тысячу лет, каждый христиан, все будут обликаться в бессмертие, те, кто были мертвы, будут вот эти кости все поднимать, вставать, обликаться, те, кто живы, будут преображаться, прям изменяться будут на глазах, да, все смертное будет обликаться в бессмертие, и каждый будет получать по делам своим, они будут в соответствующую славу обличены, бессмертием будут обладать все веруны, все эти псевдо-христиане, православные, католики, все, кто верят во второе пришествие Иисуса Христа, они воскреснут все, только воскреснем их все, как Иисус сказал, на суд, да, и либо на осуждение, либо на оправдание, все будет зависеть от того, какой жизнью во Христе якобы ты жил. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что у самого-самого патриарха, который сжигал на кострах других людей, у него будет участь незавидная, да, несмотря на то, что он верил, да, во все вот это вот в бессмертии, да, то, что Бог есть любовь, он у него даже смогло сходить, и во имя этой любви, и Бога, который есть любовь, он сжигал на костре еретиков, вот, понятно, что будет с этим человеком, ничего хорошего, это будет вонючий, уродливый, отвратительный человек, да, потому что такого фона и есть, никакой любви в нем нету. Бессмертие он получит, получит. В первое воскресенье все веруны, все во Христе, все воскреснут, все облекутся в бессмертии, и каждый получит по делам своей жизни. Об этом говорил сам Иисус неоднократно, потом говорили его апостолы, да, что когда приду, со тьмой святых ангелов, воздам каждому по делам его, добрым то или злым. Рассказывал и прямыми словами, а уж сколько притч, и на сказание Иисуса об этом говорил, тут уж я сегодня не буду повторять, да, у меня на это много-много видео записано, кто знает. Так вот, опять же, вот воскресенье Иисуса Христа, я сам как христианин, конечно же, я исповедую, я верю, несмотря на все псевдо-христианство мировое, которое существует, которое всячески пытается исказить истину бытия Бога, истинную жизнь и учение Иисуса Христа, я верю, что Бог являлся воплоти, пусть две тысячи лет тому назад, плюс-минус, больше или меньше, нет, вообще не имеет никакого значения. Я верю, что Бог открыл свое имя, да, вот именно в этих трех природах. Он добровольно сюда пришел, он добровольно избирал между добром и злом, он добровольно, избрав добро, избрал его максимальную степень, абсолютно жертвенную любовь, и он доказал нам, что бытие бессмертно, вечно. Причем и по духу, потому что это именно тот Бог воскрес, когда его убили, когда он явил свою любовь, и не сопротивляясь тем, кто это с ним делал, за то, что он благовествовал истину, и хотел людей убедить вот в этой истине, которая, в принципе, есть и в каждом, суть воплощения Бога лишь в одном, убедить нас внешне, через наши глаза, через наши уши, через наши, с хотите, ноздри, языки, потому что, как писал апостол Иоанн, очень красиво, говорит, которого мы видели, которого слышали, которого осязали ручки наши, с которым мы ели и пили, да, слово жизни, которое внутри в нас всех, оно явилось. И, конечно же, суть Бога явления в том, чтобы внешне нам еще дать удостоверение того, что живет, те знания, та истина, которая живет в каждом человеке, и так, и доступна каждому. Вот суть была Бога воплощения, Бога явления. Иисус воскрес по плоти, воскрес уже в бессмертное тело. Никто ему ничего не мог сделать, кто мог остаться и стать самым известным правителем всех временных народов, да. Он этого не делает, потому что, это мы с вами в следующем теме разберем, человек есть свобода. Бог при всем своем могуществе и господстве, что делает? Любит, служит, заботится. Все, что мы сейчас в мире видим, секты, которые спекулируют на Бога воплощение, они лишь делают все обратное, да. Они не служат, они принимают служение и так далее, да. Так вот, опять же, казалось бы, в христианстве, да, это отличие христианства от всех религий и мировоззрений, потому что нет ни одной религии, нет ни одного мировоззрения, которое проповедует и говорит о том, что это не только мое внутреннее ощущение. Ну, возьмем сейчас, я себя поставлю на место свидетелей воскресения Иисуса Христа, да, его, по воскресению вот этой жизни, когда он являлся, общался, кушал, беседовал, все то же самое, чтобы удостоверить, как вы помните, неверующих собственных учеников, в том, что это все реально, что человек реально бессмертен и по духу, и по невидимому миру, и по видимому. И вы помните, как они не верили друг другу, когда Господь кому-то открывался, и они рассказывали, и порой даже в виде его сомневались. Как мы помним, многие, засомневавшись, вообще отошли. Вы помните, все это по Евангелии, я сегодня свободными своими словами все это в вольной такой форме пересказываю, напоминаю. И опять же, казалось бы, вы скажете, вот тогда из-за этого только надо быть христианином и проповедовать христианство, вот же свидетельство. Но как Иисус сам сказал, и как мы с вами видим, прекрасно из Евангелия, что даже ученики, ученики, которым Иисус лично это много раз говорил, который сам воскрешал мертвых, пусть и не в бессмертную плоть, потому что он только в себе это явил, да, мы видели его силу, его могущества и его источник, что он и есть сама жизнь, когда он сам воскрес и являлся, они не верили друг другу даже, да, и как мы еще раз, я повторюсь, даже многие, ну, в 12 потом поверили все-таки, да, но мы с вами знаем, что Иисус когда собирал их уже на горе Илеонской, как написано, многие отошли, усомнившись, что это Иисус, что он воскрес и так далее, ну, мало ли, что нам мерещится. Нам сейчас кажется, это глупостью какой-то, не сурается, нет, все так и было. Все именно так и было. И я, как христианин, веря во все это, Иисус сказал, что и укорял, вы помните, учеников, вот в этом неверии, написано по Марку, что укорял их в неверии и в упорстве в этом неверии, там, правда, в синодальном неудачно перевели жестокосердие, не в жестокосерденных укорял, а в неверии и в упорстве в этом неверии, когда он раз одним там является, помните, Мария Магдалина бежит, всем рассказывает, другие две женщины, Клеопе с Лукой, вроде как там, да, является, ну, вроде как, я говорю, потому что там Лука, не совсем ясно, Лука это автор или нет, ну, вот Клеопа, с кем они по дороге шли, является 11, Фомы там нету, и они каждый не верят, пока сам Иисус им не является. И поэтому Иисус не просто так сказал эту фразу, что блаженные не видевшие и уверовавшие, потому что мы с вами уже лишь верим в это, у нас доказательств объективных нету, даже уже апостолы, которые явно видели, уже пошли кому-то проповедовать, даже в той же самой Иудее, когда они проповедовали это тому же самому народу. Вы вспомните первую, вторую апостольскую, евангельскую, проповедническую речь апостола Петра. Ведь они-то другие кто? Это проповедовали не той толпе, которая еще три дня назад кричала распонитого еретика, проклятого безбожника. И они-то не видели ни воскресения самого, ни ко гробу его, к этой могильной пещере Иисуса не ходили, да. Самым Иисус не являлся. Они уже вынуждены были верить апостолам, как и Петр проповедовал, говорит, вы там убили, Бог воскресил его из мертвых, и они лишь это говорят. И все остальные верят. Поэтому, вы знаете, у меня есть отдельный ролик, кто помнит, если захотите посмотреть, напомните мне в комментариях, я дам ссылку. Я записал тогда такой кричащий ролик, Иисус не воскрес, нас обманули. Я там, как бы, эти две темы и затронул. Одну, о которой сейчас говорю, и вторую, о которой сейчас скажу. Первое, что мы лишь верим. И объективно, это очень, это, так скажем, вообще нулевой, объективный. Как объективный этот аргумент ноль просто. Потому что человек вам либо верит, либо нет, вы его никак не доказываете. Вы просто говорите, что вот Иисус, Бог являлся во плоти, Бог жил, явил свою любовь, и когда его за эту проповедь, за эту любовь и проповедь этой любви убили, он воскрес в бессмертном теле и вознесся на небесах, оставив нам и дальнейшем свободу, избираться между добром и злом, пройти точно таким же путем, точно таким же путем взойти на небо, путем жертвенной, крестоносительной любви, жизни и проповеди ее. Мы лишь верим. Это не объективный аргумент. Мы же сами, вас могут реально тыкнуть и укорить, ну ты-то не видел сам, ты скажешь, да, я не видел. Я вот прочитал, я верю. Мне пересказали, как бы, если вы не читали, вам кто-то в первой, в раннем христианстве так и было, людям просто это говорили. Вы можете только сказать, мне говорили, ну человек вам может ответить, ну и сорока на хвосте принесла. Это никакой не аргумент. И второй, я в том ролике, и в этом тоже повторюсь, расскажу эту вещь, кто не знает, почитайте первое послание апостола Павла в Коринфе, самую, одну из самых больших церквей, которую он насадил, он родил, он явился ее отцом-основателем, он, который говорил, я не хочу ничего знать, кроме Христа, распятого и воскресшего, он, который говорил, что вся суть Евангелия в Христе распятым и воскресшим, что вот вам вся суть бытия, любовь, свобода и бессмертие, в этой церкви начинается проповедь, не просто там какие-то у кого-то там сомнения, проповедь начинает с того, что никто не воскресал, потому что Иисус не воскрес. Прочитайте первое послание к Коринфянам, в идеале все, но хотя бы 15 главу. И Павел пишет просто такой гневно, не знаю, насколько оно грозное, но действительно негодующее такое, два, кто знает, огроменных посланий, пусть и они сборная, солянка, там, может быть, из четырех его посланий уже собрали, нам не важно. И он, ну, в современном виде, размером каждая с Евангелия от Марка по 16 глав, ну, вторая и 13, не суть важная, я приблизительно говорю, да, я точные цифры знаю, конечно, но округляю просто, да, два его послания сравнимы с двумя Евангелиями, два раза можно прочесть Евангелия от Марка, первая Коринфянам 16 глав, вторая 13 глав, и он пишет о том, что, как вы, как вы говорите, что Христос не воскресе, все это было в раннехристианскую церковь, в одной из самых крупнейших церквей, состоящих не только, кстати, из язычников, тоже состоящих уже в перемешку там с евреями, с иудеями, с язычниками, потому что апостол стал, Павел в частности, проповедовать уже все, сначала шел он в синагогу, к своим братьям по плоти, но заканчивал, естественно, язычниками, вы же все это знаете, знаете, почему я и говорю, так и сказал, может быть, кто-то уловил мою фразу, мое слово, что я сказал, ну, почти во всех христианских церквях, я за все просто сказать не могу, если в раннем, и тогда я ролик такой показал, если в ранней церкви, в церкви, которую насаждал сам апостол Павел, который о бессмертии, Иисуса все время говорил, о бессмертии человеков, о воскресении, и в его же этой церкви, в которой он прожил не один год, прямо там, пребывая в Каринфе, ну, понятие относительно, что он в церкви прожил, да, там его так любили, что даже кусок хлеба не давали, когда он нуждался, так что, ну, по крайней мере, он в саму Каринфе очевидно, что несколько лет прожил, по его же словам, по его же словам из этого послания, что это действительно исторически известно, самая крупная Каринфа, это столица, самая крупная действительно, соответственно, получалась собрание там, да, и вот такое там проповедовали, и Павел просто с негодованием писал послание, удивляясь, и говорил, что если это все не так, то вера наша тщетна, тщетны все наши надежды, это оттуда его знаменитые фраза, слова, которые, в принципе, он просто процитировал пророка, так вырвав из контекста, ну, и правильно, говорит, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем, все это оттуда, он говорил, зачем мы тогда так живем, зачем мы живем в любви, в добре, да, зачем мы страдаем за эту жизнь, и проповедь, этой истинной любви и свободы, да, поэтому само воскресение, да, для меня, как для христианина, я во все это верю, я верю, что Бог, я его образоподобие, а я личность, значит, Бог личности, Иисус, Бог воплотившись, лишний раз упедил меня в истинности, абсолютной правдивости, и неинесказательности первых стихов, первых предложений, как хотите, первой главе книги бытия, в которой нам сказано, что человека Бог сотворил по-своему одного человека, не мужчин и женщин, одного человека, бесполое существо, Он сотворил по своему образу и подобию, Бог беспол, в нем все есть в начале мужское и женское, да, но это когда ты разделяешь, а так Бог един, Бог один, и мы созданы один человек, по этому образу и подобию, по образу и подобию Бога, один был человек создан, одному этому человеку была дана заповедь не творить зла и возделывать себя в добре, потом только Бог разделил человека на мужчину и женщину, причем не вот так вот, как очень любят, да, а вот так вот, они равны абсолютно, Он разделил их в горизонтальной плоскости, а не вертикальной, это тоже запомните навсегда, и это все до времени, и это все меняется, и каждый из нас, я убежден, был и мужчина, и женщина уже на этой земле, да, чтобы вкусить все, да, все, все школы жизни, все классы ее пройти, со всех сторон все посмотреть, так что, вот я как христианин, казалось бы, во все это вере исповедую, я не настаиваю, что человек должен принять, как таковое христианство, да, там, креститься во имя Отца и Сына, Святого Духа, или во имя Иисуса, это, человек просто, если принимает эту истину, начинает жить с ней в гармонии, я еще раз подведу итоги, в чем смысл вообще жизни, я обычно сказал, человек начинаю общаться, я ей в принципе сегодня, пусть не так вопрос поставил, да, но так тоже частично, в чем смысл жизни, в радости, в счастье, в наслаждениях, в удовольствиях, Бог для этого создал, Бог сам это благо, счастье, радость, свет, добро, любовь, и все создал только для этого, принятие истины, которую ты хочешь, не хочешь, ты просто сам страдаешь, когда не принимаешь, когда принимаешь, ты обретаешь полноту, так скажем, счастья, в твоей жизни все становится на свои места, вот и все, поэтому, говорить ты можешь человеку, конечно же, я сам с радостью рассказываю, Евангелие, благовествую, рассказываю о Боговоплощении, чтобы человек получил не только, чтобы человек внутреннему свое убеждение, внутреннему знанию истины, добавил внешнее, и пусть мы с вами, вот даже сейчас мы с вами живем, в 2020 году, после Рождества Христова, ну и что, я когда читал Евангелие, мне точно так же все нутро откликалось, что все эти события реально, пусть нам исказили какие-то слова, цитаты Иисуса, мысли, поступки даже его, общую идею я принимал, я всем сердцем знал, что Бог, я и знаю, и знал, да, что Бог являлся на землю, я уже давно не сомневаюсь в том, что, да, я и в эти времена, естественно, жил, может быть, я был одним из близких учеников Иисуса, кто знает, и суть ли это важность, опять же, то, что ты прочитал, возьмем, вот как внешне, откликается вот тут у тебя, всей полнотой, всей, сколько я тоже чего не читал, только каких фильмов не смотрел, пропаганд не слушал, противоположных, специально, против христианства, разоблачений всяких, ничего меня не может пошатнуть, потому что я вот здесь вот это знаю, и Евангелие, которое я бумажное прочитал, как можно сказать, якобы о жизни и учении Иисуса, оно вот здесь у меня отражается, я тогда читал Евангелие, и я как будто, знаете, я говорю, я до этого в жизни тоже у меня понятие истины, и правды были достаточно размытыми, я в душе впервые начал наполняться, ну, все, кто я сейчас говорю, кто переживал, все это, тот меня знает, тот знает, что я, о чем я говорю, тебе впервые в жизни, тебя начинает, как Господь и говорил, ты становишься, ты сам наполняешься, а потом из тебя эти реки, как он сказал, в свое время потекут, сначала начинаешь сам наполняться, ты начинаешь чувствовать такую полноту, такую радость, ты понимаешь, что ты пьешь живую воду, вот это вот, то самое настоящее, у тебя не было никогда в жизни до этого, такого чувства, что ты, я говорю, ты в истине, ты понимаешь, что это вот истина, у тебя не было никогда такого камертона, того, что ты слышишь, казалось бы, на слух, и вот у тебя здесь, и ты, я говорю, почему я еще всем свой пример все ставлю, в пример, я же не из религиозной семьи, ни из какой, даже не из свободных во Христе, никаких друзей не было, мне никто не вербовал, никто мне не рассказывал, никакие проповеди, ничего, я просто взял чистое словесное молоко, пусть в искаженном варианте, как я сам проповедую, потому что это очевидно, каждому, кто стремится к познанию истины, что те бумажки, которые до нас дошли, конечно же, имеют искажение, но читая их, и неважно, я бы кого-нибудь слушал, какая разница на слух, вот эту чистое, само Евангелие, жизнь и учение Бога, Евгений, что плоти, не Ветхий Завет, не послание апостолов, не книгу Откровения, саму жизнь и учение Бога, Бога, Творца, Создателя, который, оказывается, имеет вид, который является людям, показывает себя, оказывается, мы Боги, это просто поражало, меня тогда, я говорю, знаете, действительно, кто все это проходил, как говорят, неофитство, иногда хочется в нее вернуться, как хочется вернуться в детство, вот те чувства, ты такой голодный, ты столько, вы знаете, я вот сейчас живу, я 10 лет как христианин, ну, в принципе, все их не я и проповедник, но активно на Ютубе, там, больше трех лет уже, да, конечно, мне сейчас скучно, я сам ничего не читаю, я никого не слушаю, я обрел полноту истины, я просто переделюсь, а как хочется вернуться в детство, вот что по плоти, когда тебя радует все на свете, да, ты что-то познаешь, томат, тебе интересно, велосипед, игрушки, школа, и только, возьмем и секс, еще что-то, да, знаешь, сейчас в жизни ничего не интересно, ты все знаешь, земля круглая, все одно и то же, вот и в духовном плане, все время иногда, конечно, ностальгирую по тем временам, когда я был, да, неофитом, это такое классное чувство, в день столько информации, там столько глубины, да, сейчас, конечно, ну, сколько я сейчас, ну, мне, я вот читаю, тем более, когда я тоже с вами делился опытом, когда ты записываешь ролики, еще что-то открывается, когда я вот это стал учительством, так скажем, заниматься, почему таким скрупулезным, да, потому что мой формат на Библии, кто знает, тот знает, достаточно твердая пища, да, только совершенно способны ее раскусить, хотя, вот именно, тут совершенство имеется в виду, не какое-то там умовое, а как раз больше сердечное, у кого сердце открыто, тот все слышит, кто противится, он так ничего не услышит, подача-то, я думаю, у меня достаточно легкая, вот, и, и, сейчас мне, я вспоминаю себя так, с такой радостью, умилением, где-то первые пять лет своего христианства, все его можно назвать неофитством, я уж молчу про первый год, два там, да, это просто необъятное море, которое ты пытаешься выпить, и тебе кажется, что оно никогда не выпьет, нескончаемо, как оказалось, это небольшая лужица, придет время, ты это узнаешь, да, и вот это здорово, и поэтому, опять же, вот я, какой у меня, как вы видите, внизу итог, я подвожу, исповедь, бессмертие, личности, воскресенье, плоти, можно и вне религии, уж тем более, вне какой-либо псевдо-христианской конфессии, или сехты, типа православик, или цизм, протестантизм и прочих, итог какой с вами, подводим, на самом деле, проповедовать человеку, говорить человеку о бессмертии, можно вне всякой религии, и даже вне, или наоборот, как хотите, тем более, или вне религии, или тем более, и вне конфессии, псевдо-христианских, потому что, доказать вы что-то, все равно не сможете, никому ничего, абсолютно, и это я вам сегодня, естественно, не собирал ничего из Писания, вы помните, случай, как Иисус рассказывал, про богача, и нищего Лазаря, да, как там, он просил, чтобы ему палец обмочил, да, он говорил, пусть пошлет, там, Господь, всю эту притчу рассказывает, говорит, что если и мертвый воскреснет, не поверит, и так далее, да, то есть, здесь все упирается в веру, так вы человеку и так, что вы ему будете об Иисусе рассказывать, о воскресшем, что вы будете даже просто ему, о себя, без Иисуса, возможно, потому что Иисус сказал, пожалуйста, явите себя, меня в себе, чтобы был человек личный, пример, вот такой вот убежденности, да, вот такой вот твердости, ты говоришь об этом, как о естественных вещах, ты не говоришь, сомневаясь, ты не говоришь, я говорю, я даже не употребляю такое слово, как верю, ну, в проповеди, вот так как бы, в самом обороте речи, я употребляю его, но по сути, я говорю, я знаю, я не боюсь смерти, я знаю, что это просто дверь, смерти нету, ни ума, ни тела даже, я все буду чувствовать, я все буду ощущать, у меня будет духовное тело, потом, или душевное, потом будет еще какое-то тело, тело все равно есть у человека, у меня есть вид, меня все видят, меня видят ангелы, я вижу ангелов, я буду видеть Бога, Бог будет видеть меня, я бессмертен, я знаю, что Бог бессмертен, Бог любовь, со мной будет то, чего я всегда заслуживаю, мне не на что жаловаться, как это, что толку-то, я говорю, да, это ты с радостью рассказываешь, что Бог явно это явил, но человек же только верит в Евангелие, поэтому ты можешь точно таким же равенством, чаши весов, об этом сам говорить, вот как я вам, я где-то сегодня так попытался вам сделать такой пример, как Иисус, я говорю, сказал, научите, сотворите и научите, я все так делаю, я сейчас вам так говорю, говорю, что это в каждом человеке, пытаюсь в одной просто проповеди совместить, я мог бы отдельно записать, но кто знает, я с разными людьми общаюсь, и особенно сейчас, вот я уже несколько лет по большим городам, так скажем, шастую, да, с друзьями, и я не обязательно прям сразу пытаюсь про Иисуса втолковать, что вот там, да, вот он воскрес, нет, я просто все время говорю, я это про бессмертие вкручиваю в любую сферу своей жизни, человек что-то нервничает, переживает, трясется там за какой-нибудь коронавирус или эпидемией, я всегда говорю о бессмертии, проблемы, наоборот, счастье, добро или зло, темы бессмертия неотделимы, вообще это три природы бытия, любовь, свободы, бессмертия, они не раздельны, ну, мы их вот так делим, вот у меня уже ролик как сейчас получился, так понятно обо всем этом, но все равно я сегодня сказал, о свободе, о любви вы слышали, да, но мы так немножко сконцентрировали внимание, этот ролик заканчиваем, итог я сказал, я думаю, вы все сами слышите, все сами видите, все сами понимаете, надо к какой-нибудь конфессии, что от того, что я принадлежу к конфессии, я становлюсь бессмертным, или к религии, религия делает меня бессмертным, конфессиями делает бессмертным, вера в бессмертии меня делает бессмертным, Нет, я просто бессмертен. Я в принципе бессмертен, даже не веря в это. Просто веря в это, поверив в это, так скажем, хотя это просто есть, а лучше бы другое слово употреблять, которое я употребляю, приняв это. Как говорят, примиритесь с Богом. Знаете, да, очень любят протестанты, да и православные, примириться с Богом. Вот примиритесь с этим. Потому что ваше неверие в это была глупость. Я говорю человеку, ты бессмертен, обрети счастье, поверь в это, прими это, прими это то, что в тебе, даже не то, что я тебе говорю. Потому что ты же, ты если противишься, тут по плоти маску натянул, что-то мне тоже доказываешь, я говорю, знаю, что в тебя внутри. Я вижу тебя, я вижу тебя, как в аватаре. Я знаю, что ты такой же, как и я, а я такой же, как и ты. Я знаю Бога, Бог знает меня. Бог знает тебя, и ты знаешь Бога, и ты бессмертен. Я вот так положу ему руку на грудь, и говорю, прими это. Ты бессмертен. Ты знаешь это. Ты просто прими это. Это не я тебе говорю, не я тебе это открываю. Истина, она есть. Это лишь план, это лишь школа Божьего, Божий институт, потом, да, Божья работа. Ну, мы, вернее, работаем в Божьей, в Божьей организации, да, в Божьем детском садике мы сначала воспитываемся, сначала на ручках, на коленочках, потом в детский садик, потом в школу, институт, работа, мы все это проходим, Божью, да, школу, школу, школу жизни. Вот так вот. На этом все. Следующий ролик поговорим о свободе. Уж там, у всех, конечно, не останется никаких шансов. То есть, я сегодня вот тоже поговорил, конечно же, ну, для христианина, естественно, я тоже буду опираться на Евангелие, на то, что Бог являлся во плоти. А для внешних будет видно, что вот именно они абсолютно не соответствуют этому явлению. Да, если вот сегодня без смерти поговорили, но они вроде говорят, вроде бы, то говорят, то не говорят. И я вам еще говорю, это мы знаем не все. Что уже там творится, мы уже знать не знаем. Живой пример, очень, очень показательный. Это Коринфская церковь раннего христианства. Это удивительно. Я тогда, я ролик записал, говорю, вы вдумайтесь. Вот мы так все это поверхностно читаем. Вдумайтесь. При живых апостолах, не только Павля, при живых апостолах, церкви такой живой, пульсирующей, раннехристианской, еще вот на воспоминаниях живых свидетелей и проповедниках вот этого всего свидетельства. Павел же тоже не один там был прям, да, стол по утверждению истины. Были другие. И в Коринфской церкви начинается проповедь того, что человек, ты умрешь, и тебя сожрут черви. Вдумайтесь в это. Уж чего говорить сейчас. На этом у меня все. Всех по-братски целую, обнимаю. Всем желаю вашей жизни всего самого доброго и светлого. Желаю всем познать истину, принять ее и жить в согласии с ней. И будет у вас у всех всегда благо. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok